на протяжении всей деятельности группы ансамбль христа спасителя приходилось сталкиваться с мнением каких-то людей которые не врубались абсолютно в звучание коллектива читая его каким-то чрезмерно сырым грязным там не умение играть на гитаре они где-то там видят и так далее ну могу сказать что это люди совершенно случайные которые мнение которых абсолютно ну просто даже нормальными людьми не может восприниматься и приниматься к сведению они просто не знакомы вообще существованием наверное подобной музыки и чтобы разъяснить окончательно почему такое звучание могу разложить как автор музыки до изначально создатель этого проекта и человек который понимает изначально корни откуда все это идет в плане звучания и всего прочего могу разложить это по полочкам попробовать то есть допустим первые пять альбомов были записаны 2007 году и по звуку допустим по гитарному звуку я ориентировался на такую как бы очень не коммерческий хардкор грайндкор в стиле групп экстремной стеррор и дисгаст допустим именно то есть там звучание она я специально хотел сделать максимально напоминающие звук какой-то там бензопилы или там какой-нибудь отбойного молотка или чего-нибудь такого то есть звук специально был сделан такой то есть он специально был наиболее на тех особенно первых альбомах наиболее такой радикально жужжащий режущий слух баса не было опять же по этим же причинам чтобы звук был как можно более жесткий более такой бескомпромиссный и резкий который максимальную подчеркивал бы резко резкость текстов и резкость и бескомпромиссность содержимого песен барабаны были барабана вообще вообще не было придано никакого значения то есть они по сути служили просто ну тем чем они должны служить были то есть ритм секции то есть просто была драм-машина которая долбила какой-то определенный ритм и придавала немножко небольшую такую низкочастотность помощью бочки но по сути музыка должна была быть резкая жужжащая и такая максимальная нет неформатная это все было сделано специально звук специально делался такой для потому что так никто не играл в то время из в россии скажем так из более-менее кого-то известных где и в принципе даже за границей мало кто так играл а кто так играл они обычно были в глубоком подполье в какого-то грайндкоровым хардкоровым и я пытался примерно создать такое подполье как бы в россии в частности в твери вот на более поздних альбомах допустим которые сейчас последние несколько альбомов там допустим могу точно сказать что какие-то вот 8 вас гитара она специально сделана такая расщепленная напоминающие вас гитару группы напалм дес образца 88 года то есть альбом from islam to obliteration то есть такая именно вот расщепленная гитара которая вот создает такой жужжащий звук какого оскульного грайндкора многие не врубаются почему там такой бас допустим вот объясняю многие какие-то моменты допустим сдвоенная бочка какие-то такие рваные куски они взяты из олдскульного десметала вот вокал женский то есть группа то изначально была рассчитана именно на агрессивный женский вокал то есть как бы вокал старухи он был только как некая изюминка в батоне временами то есть совсем какие-то вставки смешные что-то такое этот вокал должен был быть есть по сей день именно женский агрессивный такой рычащий женский вокал вдохновил меня на это вокал сабины классен из холли моуза хотя они играют несколько другую музыку все таки больше такой немецкий трэш металл но я как бы довел у себя в воображении это некого такого логического предела и понял как что это должен быть что-то такое вот более хардкоровая более более отмороженные еще более отмороженные вот и когда у нас появился вот живой барабанщик в лице игоря к то группу опять же приобрела еще и какие-то black металлические нотки в ритм секции допустим то есть мы часто делаем такие был black металлические блазбит и на концертах и в записях на последних альбомах особенно то есть поэтому звук ансамбля христа спасителя это именно такая вот смесь такого олдскульного грайндкора даже прото грайндкора в лице таких вот групп как экстремной стеррор например ну и многочисленной той волны вот конца 80-х такого уличного отмороженного политического хардкора некоммерческого тотально некоммерческого вот и женским вокалом в звуке много элементов именно олдскульного дес металла и олдскульного грайндкора и как бы заходы в black metal то есть допустим опять же на первых альбомах можно проследить что там много вставок с гитарными соло например а потом был произошел именно сознательный тотальный отказ от гитарных соло которых нету на последних альбомах это опять же это специально как бы такой ход именно который свое время предприняла группа dark tron когда они отказались именно от соло именно как бы чтобы это было максимально такое некоммерческое отмороженное звучание такое как бы максимально погружающие в определенную какую-то трансовую атмосферу вот и поэтому отсутствие соло пока что вот у нас тоже является принципиальным хотя возможно она изменится через какое-то время в общих чертах вот я попытался вам объяснить до новых 4 3 и 4 5 и 2 и и и и и и и и в